Привет, друзья! Небольшой обзор на видео инжиров на 18 августа 2019 года. Как он себя чувствует, Сергей Николаевич? Что с ним? Ну, давайте пройдем с вами по сортам. Передо мной трехлетнее растение сорта Сары Абшеронский. Значит, поспевание плодов еще не началось. В этом году июльские, ну, холода нельзя сказать, но такое сильное понижение температуры дожди отрицательно повлияло. У нас часть листвы пострадала, наблюдается пожелтение, усыхание листьев. Может быть крупно покажем? Свирепствует грибковое заболевание. Мы впервые за 8 лет, что мы занимаемся инжиром, в Воронеже у нас проявились какие-то грибковые заболевания на листьях. Я даже до сих пор не сумел определить, что же это. Но, тем не менее, плоды уже трогаются к поспеванию. Количество их вы видите сами. К сожалению, скорее всего, вот эти вот июльские холодные ночи у нас опускалось до плюс 10 не пройдут даром. И часть плодов, вот я вижу, они мунифицируются, мы, скорее всего, их потеряем. Ну, а часть, вот они такие мощно развиваются. Я думаю, что где-то в течение ближайших двух недель мы увидим их уже поспевание. Рядом с нами еще один сорт. То же самое, вот мы наблюдаем пожелтение листьев. Такое фрагментарное усыхание. Это явно какое-то грибковое заболевание. Я пока не сумел это определить. Я еще раз говорю, за 7 лет впервые столкнулся в нашей зоне заболеваниями инжира. Ну, надо будет поработать. Скорее всего, какие-то фунгициды здесь потребуются. Дорогие друзья, если кто-то знает, что это, напишите нам в комментариях. Следующие сорта. Вот этот сорт, который мне, это сорт, который мне, ну, чрезвычайно нравится. Это уже шестилетнее дерево. Оно отличается карликовостью. Вот посмотрите, ему, ну, где-то он в высоту, если выпрямить, сантиметров 60, не больше. Но урожайность его каждый год меня просто удивляет. Это французский сорт Руж-де-Бордо, побочный с Ницей с паумологической коллекцией. Изумительный. Вот он же. Посмотрите, как загруженность урожая. И мы практически не видим здесь пораженных листьев, что очень приятно. Сорт, вернее, сорта форма Михайловский. Он найден мною в станице Михайловского Краснодарского края у садовода-любителя. Там он растет просто в открытом грунте. Ну, он очень хорошо себя закреплял здесь. Вот видите, вот загруженность урожаем его. Сорт Кодота, к сожалению, сильно пострадал от этих холодных ночей. И большая часть и плодов, и листьев сыпалась. Сорт Жемчужина Крыма. Загруженность урожаем, вы видите. Но, опять же, в этом году из-за вот этих холодов мы на нем потеряли часть листовой массы. Посмотрим, подоблюдаем, что будет дальше. Мне вообще из всех культур, которые Сергея Николаевича здесь выращиваются, больше всего нравится, конечно же, инжир. У меня уже дома растет свой маленький инжирчик. Конечно, он зараза проворный. Он у меня стоит на земле, горшок, он корни уже пустил под землю. Я его начал переносить, и все эти корни оторвались. Плоды все в часть нижняя пожелтела. Но верхние остались висеть. Но это как раз еще опыта нет, не уследим. Годовалый. Здесь важный момент, Сергей Котин затронул. Давайте. Вот здесь есть очень важный момент, что корни проросли в землю. При любом потом перемещении вы их обрываете, растения травмируются. К сожалению, вот я забыл это сказать, когда мы рассказывали про ранжиры. Все контейнеры, которые вы видите, стоят, все абсолютно таким урожаем, они стоят на подставках. Это либо монокарбонат, либо орфстекло, либо в конце концов, просто тротуарная плитка. Любые подставки подойдут. Но это очень желательно делать, потому что иначе корни уходят в землю, и потом перемещая растения, мы усиленно травмируем. Да, но я заметил еще одну вещь интересную. Я его не поливал практически, а он стоит такой с листьями красивыми. Это неправильно. Смотрите, смотрите, интересная какая штука. Но как только я его перенес, все, он за три дня начинает листья жухнуть. Надо поливать регулярно. Он уже там хорошо залез туда. Да, он питался с открытого грунта, питался, бодая оттуда. А здесь, когда его пустили собственные корни на собственный объем, который есть в контейнере, он почувствовал недостаток влаги. Инжир очень любит влагу. Они, с одной стороны, нетерпимы к забавачиванию. Самая нежная часть инжира, назовем это так, это корень. То есть поражается он в первую очередь загниванием. Поэтому состав грунта очень должен быть хорошо дренирован. Но в то же время влагаемкий. Инжир – это культура, которая очень любит воду, очень требовательна к воде. И здесь каким-то образом халтурить с полилом совершенно недопустимо. Да, я это понял уже, что халтурить. Я просто свою историю рассказал вам, как у меня произошло знакомство с корневой системой. Вот так. Друзья, инжиры – это здорово, это красиво. Надеюсь, вам нравятся наши видео про них. Смотрите нас. Пока-пока. Пока-пока.